Ну что ж, приветствую вас, друзья. Я рад, что мы снова собрались для того, чтобы продолжить наш разговор. Предыдущая беседа была очень интересная. Я надеюсь, сегодняшняя встреча будет преемственной, прошлой нашей встречи. Но так же, как и в прошлый раз, тем более пользуясь тем, что это пасхальное время, я бы хотел попросить отца Георгия нас благословить. Бог да благословит нашу встречу и ее плоды. Вот очень хорошо. Аминь. В прошлый раз мы говорили о том, что братство это русская идея. И было понятно, что мы много тем подняли. Невозможно этот разговор закончить. Но у него естественным образом родилось продолжение. И сегодня тема нашей беседы русская идея это община. И прежде чем мы, собственно, начнем наш разговор. А я бы хотел уточнить, как вы понимаете, надо позиции расставить. Когда мы говорим, что братство или община это русская идея, мы что имеем в виду? Что это, собственно, русская идея? Или мы хотим сказать, что русская идея это братство? Мы делимся тем, что мы так думаем. Это наша гипотеза, или это предмет нашей веры. Вот кто бы хотел начать? Что мы имеем в виду, когда таким образом размышляем? Алексей? Андрей Ильич, прошу. Да, мне кажется, что можно начать с того, что наша русская культура корнем ее является христианское откровение. Мы уже говорили об этом. И это очень важно, мне кажется, для нашего разговора сегодня. Но это не только корень, но и христианское откровение, церковь, но и вершина русской культуры. Об этом Розанов говорил замечательно. И мне кажется, что здесь, когда мы говорим о таких явлениях общей жизни, как община и братство, конечно, мы прежде всего говорим о евангельском откровении. И это вот жизнь вместе по Евангелию. И братская жизнь, и общинная жизнь. А как это соотнести с русской культурой и историей? Вот именно таким образом. Такая связь русских на глубоком уровне, вот как Владимир Соловьев фактически русскую идею, такую контенсенцию русскости, он отождествлял с христианской идеей практически, как вот часть христианской идеи и русской идеи. Мне кажется, вот в этом контексте и нужно все рассматривать. Другое дело, что здесь нужно различать, какие ценности в основе воплощенного братства и воплощенной общины. Это или христианские ценности, или община и братство могут быть построены на другом основании. Да, и такие примеры тоже есть в нашей истории. Были объединения, например, профессиональные артели, разнообразные в истории и Древней Руси. И вот так или иначе, эти формы оставались и до 1917 года. Были и христианские братства и общины. И были те общины и братства, где основой все-таки была христианская жизнь, но при этом удалось и выстраивать полноценную жизнь и культурную, просветительскую, экономическую. Ну, например, община или трудовое братство Николая Николаевича Неплюева. Или уже позднее, уже после большевистского переворота Александра Невского братства. Вот поэтому, мне кажется, вот я бы с этого начал пока. А я бы все-таки хотел уточнить позиции. И сейчас я у Дмитрия Сергеевича это спрошу. Все-таки русская идея это община? Или община это русская идея? Я бы сказал несколько иначе, чем Алексей Андреевич. Дело в том, что мы говорим о единстве. Ну, вообще говоря, всякий народ, если он таковым себя ощущает, обдумывает идею единства, на чем это единство основано, на чем оно строится, где его стержень. И, конечно, есть идея единства русского народа. И мы говорим вот о братстве или об общине, о братскости или общинности, как о некоем вот таком единстве. Наверное, мне думается, что прежде всего мы говорим не о форме. Тем более, что многие авторы, мыслители русские отмечали, что форма, это форма жизни, это вообще не самая сильная сторона русского народа и русской культуры. Может быть, кто-то с этим из наших собеседников не согласится, но тем не менее, это известная мысль. Но мы говорим о характере взаимоотношений между людьми, о характере обращенности к человеку, о восприятии другого, не как чужого, а как своего. И вот это, мне кажется, вот этот приоритет отношения к другому как к своему, он многое определяет в русском таком национальном сознании. И поэтому братство и поэтому община. Желание, чтобы твой сосед, твой ближний, тот человек, которого ты видишь, кто живет более или менее рядом с тобой, чтобы он был твоим. Вот мне кажется, что здесь есть с одной стороны и какая-то черта природная, есть некое духовное измерение у такого отношения к человеку, к ближнему. Ну и есть, если угодно, вера в то, что другой может стать своим. И вот желание, чтобы другой стал своим, вот мне кажется, вот является характерной особенностью вот такой общинной идеи. Ну, наверное, мы сегодня будем говорить, чем отличается братство от общины. Да, я спрошу. Вот какой здесь характер, так сказать, чем отличаются эти понятия и этот, ну как бы тип отношения, да, к человеку и вообще отношения с людьми. Но вот мне кажется, вот это важно. Вот желание, чтобы другой стал своим. Не могу не вспомнить, когда мать Мария Скобцова в Париже обустраивала православное дело, она говорила очень, вот иллюстрация к вашим словам, что невозможно дать человеку тарелку супа, пока не увидишь в нём ближнего. Конечно, да. Отец Георгий, вот в прошлый раз мы говорили, что братство – это русская идея. В этот раз мы говорим, что община – это русская идея. Как это можно соотнести, на ваш взгляд? Прежде всего, я бы здесь сказал, что, конечно, всё это опирается на нашу традицию, которая, конечно, это, ну, это христианская традиция, православная традиция. А православие раскрывается постепенно, как для отдельного человека, так и в истории. И вот очень важно, что мы сейчас очень большой акцент ставим на том, что христианство есть вера в Бога через Христа во Святом Духе и вера в человека. Иногда исторически это забывалось, но тогда история шла, может быть, не самым лучшим образом. А когда это вспоминалось, то всё исправлялось. Это очень важно. Это актуально, необыкновенно актуально сейчас. И поэтому как раз воплощением веры в человека, христианской веры в человека, является братство. А вы все между собой братья, говорит Христос. И вот поэтому эта братство заложено в самых корнях, лежит христианская идея, христианская жизнь, христианская история, в данном случае русская, что важно, потому что у нас без этого никак нельзя. У нас очень трудные условия жизни всегда были, есть и будут. Это не только геополитические условия, но во всех отношениях. Так вот, но поставить точку, сказав, что воплощается христианство, веря в Бога, веря в человека, через братские отношения, через братское единение, вот как сейчас только что Дмитрий Сергеевич сказал, что это вот именно отношение к другому, который становится для тебя родным, близким. В России много факторов, которые этому способствуют. Есть факторы, которые разъединяют людей, есть факторы, которые соединяют людей. В России очень трудно жить, если друг другу не помогать. И поэтому к этому надо быть готовым во всех стратах общества, снизу доверху. Но в этом отношении есть один недостаток, не хватает как бы именно личностного начала. А община, она всё-таки не случайно однокоренное понятие с общением, не только с общностью, но с общением. И поэтому в ней заложено представление о каждом человеке как о личности. И да, не каждая община, особенно если это не духовная община, не сразу церковная община, может оперировать такими понятиями, может доводить свои отношения именно до сугубо личностного уровня, но церковная община без этого прожить не может. И поэтому всегда было стремление создания общин. Конечно, мы можем найти подобные факты в истории разных народов и в разные эпохи. Это монашство зародилось, вообще-то говоря, именно как такое, с одной стороны, очень мужественное личное решение и разрешение проблем жизненного пути, но и совместно. Очень важно, что, как ни пытались из монастыря сделать просто что-то подобное солдатской такой казарме, все-таки это, слава богу, не получалось, потому что этого крайне недостаточно. Там есть противоречия. Вот. А в нашей истории вот такое общение и общинность зарождались совершенно естественно в разные эпохи. Это было по-разному, но тем и менее это всегда было. Я бы сказал, что, опять же, возвращаясь к сегодняшнему дню, что вот нам не хватает общения, нам не только не хватает братскости, нам не хватает общения и общинности. Мы с трудом можем жить вместе, работать вместе, молиться вместе. Даже на приходе, войдешь в храм, и сразу видно, что люди между собой очень мало связаны. Они духовно вроде бы едины, но друг к другу подойти, заговорить, как-то проявить свою родственность, близость, духовную родственность. Часто не умеют и не могут этого бояться. Очень много суеверий с этим связано. А вдруг какая-нибудь порча перейдет, а вдруг там то-се. И приход, к сожалению, не справляется с этой задачей. На приходе общины не рождаются. Трудиться вместе над общиной своей, христианской, православной, люди не умеют, а до их к этому никто и не призывает. Если о чем-то хорошем и говорят, то больше о личном каком-то совершенствовании или даже самосовершенствовании. Вот ты кайся и ты вот совершенствуйся. И все. Этого крайне недостаточно. Это не соответствует русской идее жизни. Вот это важно подчеркнуть, что русская идея, она сейчас плохо воплощается. Она плохо осознанна и плохо воплощается. Поэтому и русскими люди себя называют часто очень поверхностно, имея в виду только какие-то формальные внешние вещи и внешние традиции. И все. Понятно, что этого мало. Отец Георгий, вы сейчас говорите о русской идее как о том, что уже есть и сформулировано. А я считаю, что когда есть русский народ, тогда есть и русская идея. Вот существует русский народ 1100 лет, допустим, и значит, столько времени существует русская идея, которая, с одной стороны, едина, а с другой стороны, постоянно видоизменяется, ставятся разные акценты в зависимости от внешнего и внутреннего состояния народа. И поэтому я же, да, могу, имею возможности, имею, так сказать, такие мысли, что русский народ пока воплощает себя очень слабо, очень плохо, поэтому русская идея очень слаба, им плохо выражена. А вот об этом надо как раз поговорить и подумать. А что такое русская идея в наше время? Если мы чётко сформулируем русскую идею, если она будет вдохновлять людей и отождествляться с призванием нашего народа, которое даётся свыше, если мы увидим в этом идеал своей жизни и жизни ближних своих, если мы полюбим других русских людей, не будем сейчас говорить сразу о всемирном масштабе, чтобы полюбить вообще всех. Это хорошо говорить, но не так легко сделать. Но полюбить, давайте пока поставим перед собой задачу, которая может нас воодушевлять, полюбить русского человека как своего ближнего, узнать в нём своего родного, пусть не ближайшего, как говорится, родственника, но всё-таки родного своего человека. Вот это было бы колоссальным стимулом для возрождения русского народа, именно как христианского православного народа. И я считаю, что это очень важно. С одной стороны, то, что вы говорите, оно очень коррелирует с той заповедью, которую оставляет Христос, говоря о том, что есть задача полюбить Бога, и есть задача полюбить ближнего как самого себя. И нетрудно понять, что, с одной стороны, это же правило, заповедь – это нижняя граница. А с другой стороны, это высочайшая задача. Что значит – взять и полюбить. Но всё-таки, если я правильно вас понимаю, то речь идёт о том, что идея русского народа, суть производная изнутри этого, она рождена народом. Она может быть выявлена, проявлена или не проявлена. Она может быть чётко сформулирована или не чётко сформулирована. И где-то внутри неё, вот наша интуиция, вот наш разговор, есть и идея о братстве, внутри русской идеи, и идея об общине. Так оно и есть. Вы не задали вопрос ещё, но мне кажется, важно здесь подчеркнуть, что когда мы говорим об идее, это не то, что лежит на полке, и мы знаем, что оно там лежит, что оно там хранится, и имеем возможность туда заглянуть. Но, как правило, не заглядывай. Чего проверять, то, что и так хранится. Я думаю, что с идеей, русской идеей, национальной идеей, не так дело обстоит. Вот отец Георгий сказал, что если есть народ, есть и русская идея. И это можно воспринять, ну, как некоторое равновесие весов. Вот народ, вот идея. И хорошо. Я думаю, что народ может жить как бы с разной траекторией. И путь народа, он может быть вверх, может быть вниз, может быть вбок. Это вещь переменная. Жизнь народа, она имеет, как бы, вот это динамическое начало, она имеет вектор определённый. Так вот, идея, русская идея, по крайней мере, так, как она была сформулирована в конце 19-го, там, первой половине 20-го века, это то, что действительно ведёт народ и вперёд, и вверх. Многое, что мы слышали в 90-е годы, в 2000-е годы, да и сейчас нередко слышим, под, как бы, русскими идеями, национальным таким, под национальным киндом призывом, это, вообще говоря, путь не вверх, не к Богу. Вот. Не к высшей культуре, не к высшему, как бы, не к реализации предназначения, призвания народа свыше. Вот я хотел бы это подчеркнуть, что, почему важно формулировать идею, вот, как её сформулировать, как бы, из каких пластов нашего опыта национального она будет, как бы, выявлена. С этим связано, действительно, возвышение народа. И духовное, и национальное, культурное, ну, и, следовательно, там, и экономическое, и социальное, и, наверное, даже и политическое. Вот. Вот, мне кажется, в этом, в таком, как бы, ключе, в таком плане нужно рассматривать, вот, идею. Очень интересно. А тогда, вот, идея об общине. Это то, что мы можем соотнести, или назвать призванием свыше, или то, что является, ну, такой необходимой социальной формой, практически. Потому что, если мы говорим о крестьянской общине, понятно, это, скорее, то, что помогло крестьянам стать крепкими хозяйственниками, там, помогать друг другу, и так далее, и так далее. Мы говорим про профессиональные артели, там, и так далее. Вот об общине, которой мы сейчас говорим, это, скорее, призвание, или, а что это, в первую очередь? Ну, я думаю, что это, конечно, в первую очередь, какая-то заданность, которую нужно, в общем, срочно воплощать. И тут можно привести такой пример, мне кажется, который поможет понять вот всю эту проблематику. В начале 20 века шла дискуссия в Российской империи о том, что делать с крестьянской общиной, с крестьянским миром, да, оставлять его или дать свободный выход, чтобы то, что вот отрицательного в крестьянской общении, это не свобода, такая круговая порука, как связанность всех, не ответственность всех, и вот взаимопомощь, которая тоже имела место быть. А когда, нет, исчезает, уходит, умаляется, такое внутреннее начало жертвенности, любви, христианское начало, заботы, такой взаимопомощи, то тогда форма общины становится обузой и становится тем, что мертвит. Вот, и об этом шла дискуссия, и, ну, и, конечно же, вот один из аргументов был тех, кто выступал за разрушение общины, как бы за вот свободный выход, это экономические преимущества, потому что община не давала, да, вот, внедрять технологии с такой скоростью, как это, например, было на Западе. И интересно, причем аргументы были довольно убедительные с одной и с другой стороны, вот противников разрушения общины и защитников ее, и тех, кто вот хотел такой свободный выход, чтобы был обеспечен. И очень интересно по этому поводу высказался Николай Николаевич Неплюев. Он, он, его идея в том, что, как бы, не форму саму по себе нужно менять, потому что, вот как раз, если говорить об общине, то здесь вопрос, как бы, не внешней формы, да, это вопрос какого-то внутреннего, вот, ну вот, Митрий Сергеевич как раз с этого начал, когда чужой может стать родным, да, когда это вообще вопрос любви, да, и агапой называли в древности, вообще, вот это вот, как раз агапа, это любовь, которая, как бы, из чужого, из чужого человека становится, близким, родным, своим, вот, и Николай Николаевич предложил такое решение вопроса, он сказал, что здесь очень важно наполнить христианским содержанием, вообще, вспомнить об этом, потому что сама общинная жизнь и для крестьянства, и крестьянский мир, он мог быть хорошей, и был такой для многих, школой жизни, школой, когда ты мог, ну, школой такой общей жизни, да, школой взаимопомощи, когда, в общем, в общинном крестьянском мире, в норме, не должен был никто остаться без куска хлеба, без крыши ног головой, да, и вот это вот шло все время, какая-то забота, перераспределение, вот, но, как бы, когда из такой формы уходит самое основное, да, уходит вот этот вот дух общения и заботы и жертвы за другого, ответственности такой, когда круговая порука и вот этот вот один за всех и все за одного, да, из как бы из внутренней к такой потребности заботиться о другом, превращаясь в какую-то внешнюю абузу, потому что община всегда связана еще со свободой, настоящая христианская община и братство, да, а из этого уходит, он не может, когда уходит свобода и уходит и любовь, да, что остается, вот эта мертвая форма, форма, которая... И община перестает быть христианской. Да, и община перестает быть христианской, но христианская община, христианский мир, это не христианская община, да, это община... Она все-таки христианская, значит, христианская. Она, которая... Да, батюшка, но вот вопрос как бы эмпирический, да, вот в исторический это воплощалось по-разному. Как раз, как раз, вот в начале 20 века фиксирует такое падение нравов вообще, ну даже раньше фиксирует, вот как бы от чего как бы эта дискуссия развивалась. В общем, и Николай Николаевич Неплюев фактически говорит, что без покаяния этот вопрос не решить. Он заканчивает тем, что нужно покаяние и нужны примеры такого покаяния и такого изменения жизни, таких клеток церковной и общественной жизни, которые он считает является его Неплюевское братство. Неплюевское братство. Но Неплюев опирался на свой опыт, но этот опыт за ним стоит колоссальное как бы педагогическое усилие самого Николая Николаевича. И, собственно, тот круг крестовоздвиженского братства, который вот он создал, он ведь начинался со школ. И, поэтому, когда он говорит о христианском начале в крестьянской общине, он имеет в виду вот эту необходимость ну, как бы, просветления жизни крестьянской общины. просветление такое христианское, не знаю, преображение, может быть, назвать, да, какое-то взаимоотношение семейных, родовых, трудовых взаимоотношений. У них же братство называлось трудовым и часто считают, что это такой был социальный проект русского барина. Но чушь! Это был христианский проект создания христианского братства, трудового, безусловно, поскольку все-таки это, оно главным образом состояло из выходцев из крестьянской среды. И, поэтому, вот, есть в отношении старой русской общины, крестьянской общины, конечно, Неплюев ставил задачу просвещения. И без христианского начала, духовного начала, конечно, эта община не может быть ну, неустойчивым явлением, в том смысле слова, как бы прогрессивным и в плане общественных взаимоотношений, экономических взаимоотношений и так далее. И духовных. Соответственно, и духовных, конечно. Знаете, несколько лет назад была беседа с одним епископом, не могу назвать его имя, потому что она была личная, но он интересно привел пример. он сказал, что вот у меня в епархии есть школа одна православная, священник ее устроил, она построена на общинных началах, отбою нет от желающих там учиться, но уже, говорит, на втором шаге ходят слухи, что это секта, ужасная секта, там какие-то правила странные, есть деревни, где люди живут общиной жизнью, у них как бы община это центр устроения всей остальной жизни, производной, хозяйственной, какой хотите, тоже секта, молва народная. Откуда вот этот феномен современности, а это именно современная вещь, такое отношение к общине, к устойчивым общинам как раз. Дело в том, что у людей совершенно неверное представление антропологическое, они не христианские, и под личностью сплошь и рядом понимают просто индивидуальность и, соответственно, индивидуализм под личностными отношениями. И когда люди боятся общин, они прежде всего боятся и не только сейчас, но действительно это было и раньше, до революции, боялись общин, потому что подавляли свободу. Вот сейчас Алексей Андреевич уже рассказывал эту историю, начиная с середины XIX века, во всяком случае, это было серьёзным. Свобода, вопрос свободы. Свобода есть одна и свобода другая. Есть свобода личности и личностных отношений, свобода в общине и в братстве, в церкви, о которой тоже часто забывают, а есть свобода по принципу что хочу, то и делаю. И я сам отвечаю за последствия, насколько могу. Вот это две разных совершенно свободы. И они сталкиваются, да, правильно. А когда к этому присоединяется ещё и советское наследие, когда что-то такое не соответствует общему тренду, не соответствует общей идеологии, появляется всё надо называть сектой. А так учили. Я помню, как это происходило даже вот начиная с 90-х годов нашей истории, 90-х годов 20-го века, когда некоторые товарищи, начиная с господина Дворкина, так сказать, учили народ, плюс, конечно, пропаганда была такая открыта официальна, учили народ бояться сект. И всё называть сектами, что непривычно, что не соответствует обычному житейскому сознанию. Бытовому. Бытовому, причём на самом нижнем его уровне, где не предполагается никакой общей жизни, не предполагается ничего, что выходит за рамки вот этого индивидуализма или эгоизма, социального, домашнего или какого угодно. И вот с этим действительно археи сделать ничего не может, потому что это господствующая идеология, это отрыжка советской идеологии. Только люди этого не понимают, потому что их никто не учит этому, они не знают, что такое церковь, поэтому они не могут отличить церковь от секты, то есть от того явления, которое как-то от церкви больше или меньше отделяется. Причём очень часто, что я замечал, с сектами готовы бороться те, кто вообще не церковные люди, которые вообще не верующие. Какая секта? Секта по отношению к чему, к кому? Для неверующего человека это о чём? Но они стоят, так сказать, против сект. Ах, они слышали, что какие-то там есть общины, братства, значит, они секты, и у них там какие-то по домам встречи, по домам представьте себе, встречи, значит, это секта. Вот это господствующая идеология вот нашего постсоветского, не русского народа, а постсоветского народа. Путать эти вещи нельзя. Вот это важнейший вопрос, вот из практических, современных вопросов. Даже не опасности там со стороны власти, идеологических каких-то структур стоят на первом месте. Нет, а на первом месте противостоит здоровому началу жизни народа и церкви вот этот постсоветский синдром, где люди патологически боятся сект, не зная, что такое секта. Ну, со всеми последствиями, понятно, и соседствующими вопросами. Потому что спросить их, что такое секта, они не ответят. Спросить, что такое церковь, они не ответят. Спросить, что такое семья, они тоже не ответят. Интересно наметилась такая суперпозиция, что есть постсоветская идеология, та, которая отрицает идею общины, потому что не приемлет ее или даже искажает ее. похоже на секту, потому что похоже на секту. А секты именно называют вот то, что как-то более лично предполагает личные взаимоотношения, тесные границы, границы, требования, особенно когда какие-то требования. Как? Почему это меня особо на человека так сказать обременяют какими-то требованиями? Люди не понимают, что если ты живешь вместе, то ты должен держать границы, а границы это ответственность, и нарушение ответственности, границ, это всегда нарушение определенных требований. Ну так вот, и получается, что есть вот эта постсоветская идеология, а есть то, о чем мы говорим, русская идея, и внутри этой русской идеи община, и вот оно, такое естественное противостояние обнаружилось сейчас. Но, может быть, чтобы здесь стало больше ясности, я бы попросил вас вот о чем сказать сейчас. Одно дело идея, вот Дмитрий Сергеевич уже начал эту ниточку тянуть потихонечку, как нечто идеальное образ общины, к которому мы обращаемся. Другое дело, когда мы воплощаем это в жизни. И Алексей Андреевич привел пример братства Николая Николаевича не Плюева, хотя это братство. То есть тут тоже надо еще смотреть, что братство, что община и так далее. Вот я попрошу вас высказаться сперва может быть о примерах таких общин, которые на ваш взгляд соответствуют вот этой идее общины, а потом бы хотелось еще поговорить о каких рисках общины жизни. То есть всякое воплощение не идеально. Тут нужно было об этом. Кто бы хотел с примеров начать? воплощенных. Что касается примеров, сейчас я к примерам перейду, но вначале несколько общих слов, мне кажется, нужно сказать. Говоря о братстве и об общине как о русской национальной идее, мы имеем ввиду определенное качество связей народных. Ведь каким образом мы связаны с другими людьми? Ну, понятно, что есть семейные связи. У нас есть родители, жены, дети. Это семейные связи. какие еще? Социальные. Какие социальные? Ну, есть связи. Есть связи, да, мы где-то работаем. Хорошо, если долго, но сейчас масса людей работает очень короткий период в той или иной организации, в том или ином сообществе. Еще и удаленно. Тем более, что есть еще и удаленно. Тем более, что работа она в первую очередь все-таки чаще всего связана с заработком, а не с выстраиванием отношений. Есть какой-то, может быть, какой-то дружеский круг, более или менее распространенный. Есть некоторое, может быть, уже на каком-то более высоком уровне, ну, какие-то общественные связи, какое-то общество, ну, скажем, иногда формируется, например, вот такое общество, таким обществом может быть, скажем, товарищество собственников жилья какого-то многоквартирного дома, ну, например, да, это какая-то система взаимоотношений, это может, это могут быть как бы соседи по дачному какому-то кооперативу или хозяйству, да, это тоже некоторые как бы формируются вот такие сообщества, ну, соответственно, люди относящиеся к сфере культуры или образования имеют какой-то круг коллег профессиональный, да, есть какое-то представление об обществе, ну, наверное, есть там в среде бизнеса, в среде в медицине, ну, в общем, других, да, есть какие-то вот такие с одной стороны профессиональные, с другой стороны, значит, ну, не только профессиональные вот такие вот общественные связи. Может ли быть что-то другое? Удовлетворены ли мы такого рода связями с обществом? На этот вопрос надо ответить. И каждый себе должен ответить. Вообще говоря, мы этого не касались, то есть, я сейчас об этом не сказал, но существует такое явление, как церковь. Что это? Церковь? Да. Русская православная церковь. Вот мы члены церкви, с кем мы объединены? А церковь это единство по своему определению. Вот вы же приводили цитаты из Священного Писания Нового Завета. Церковь это единство. Какое это единство? Оно может быть какое-то идеальное единство, символическое единство, но вообще говоря, Священное Писание и опыт святых говорит о реальности этого единства, не только о некоем символе. Вот мы собираемся, вот храм это символ нашего единства, вот мы туда собираемся и как бы и потом уходим оттуда, да, время от времени. А все-таки Новозаветное Откровение говорит вот об этом единстве реальном, которое не как бы не периодически как бы проявляет себя, а все-таки это как бы представляет собой содержание жизни. И вот задумавшись над тем, о какого рода, в какого рода отношения мы включены, в какой мере они нас с людьми объединяют, а в какой мере разъединяют, мы в общем-то и можем тогда задуматься о том, а может ли быть на белом свете могут ли быть отношения между людьми более тесные, более открытые, более искренние, более близкие, нежели вот те, которые мы имеем в современной нашей общественной жизни, в больших городах и так далее. Говоря о братстве и об общине в современности, мне кажется, нужно иметь в виду вот этот контекст. многие не верят в то, что такого рода отношений могут быть, потому что общественная среда такова, что она не предполагает какой-то большей открытости, большего доверия, большей искренности жизнь. Тем более, если человек в своем социальном положении, и в культурном, в плане достатка и прочее, он поднимается повыше. И он чувствует, что здесь в более культурных и более высоких социальных отношений слоях общества так, вообще говоря, тесновато себя чувствуешь. Где есть своя конкуренция, где кто-то может тебе подставить подножку и надо смотреть, повыше ноги поднимать, чтобы не споткнуться. Кто-то любит намазать свой кусок масла на чужой кусок хлеба и прочее. А нравится нам это или не нравится? Это такой глупый, извините, вопрос почти детский, такой наивный. Дети могут задавать такие вопросы в третьем классе. Смотрят на телевизор, а потом смотрят, о чем папа говорит и думают, почему такая разница? Тут одно говорят, ты другое говоришь. Где правда? Так вот, когда мы говорим об общении, мы говорим о том, что есть вот этот опыт, это реальность жизни, когда отношения вот духовное родство может быть действительно выше, как бы крепче, надежнее, богаче, чем любое другое, чем родство кровное, чем там профессиональные связи, какие-то общественные связи, и даже чем дружеские. Хотя тут есть свои проблемы. Вот мне кажется, мы об этом говорим. конечно, это не то, чему людей учат в школе, в нашей обычной средней школе. Это действительно нужно созидать. В Евангелии это выражено в притче о милосердном самрянине, который своему чужому, то есть чужому человеку оказал милость как будто бы своему родному. и Христос говорит, вот иди и ты поступай так же. Вот о чем мы говорим, когда мы говорим об общении. То есть это явление любви, но любви, которая опережает другого, которая идет как бы вперед, а не ждет лишь любви со стороны другого. Это не условное отношение по принципу ты мне, тогда я тебе. А вот я тебе, потому что ты мой родной, потому что Бог так велел. Вот об этом мы говорим. И примеры такие есть, они редкие, потому что такого рода опыт, он, что называется, ну, как сказать, по телевидению не бывает представлен. В газете правда о таких вещах не печатают. Сейчас да. Да. Так вот, думаю, что в правде никогда таких вещах не печатают. Только если обличительный видит. Да. Но он есть, он драгоценный. Это вот тот самый пласт жизни нашего народа, который сохранился даже в советское время. И мы его находим. И даже в крупных городах, и в Москве, и в Петербурге, там, и в Ташкенте, ну, и в других городах. Можно этот опыт искать и находить. Понятно, что в советское время таких сообществ было немного. Их и не могло быть много по определению. Но вопрос, что мы считаем нормой. Вот. И поэтому, скажем, вот такое замечательное явление русской церковной, духовной жизни, как община Архимандрита Сергия Савельева, московская община всей московской интеллигенции, которые пережили и лагеря, и ссылки, и тем не менее даже это их не разъединило. И интересно, что они даже открылись, открыли как бы свою жизнь одному из высокопоставленных чиновников церковных, который уж совсем не поддерживал такого рода начинание. Но он ничего плохого им не сделал. Отец Николай Колчицкий был у него в гостях. Вот. И этому свидетельству он как-то внял. он увидел это нечто подлинное в этом. Так что ну вот поэтому интересно, конечно, привести примеры. Вот. В Киеве, кстати говоря, тоже. Так вот общинация Анатолия Жураковского. Но это, конечно, такие, так сказать, алмазы или жемчужины, которые, как говорится, на обычных грядках не родятся. Но это как раз и важно, потому что может возникнуть впечатление, что мы говорим об общине русской идеи как о том, что вот-вот и везде заколосится. И все начнут жить такими общинами, и все поля станут жемчужными. Наверное, мы не это имеем в виду. И когда мы говорим о примерах, мы говорим, что они редки. конечно. Но вообще мы говорим о высоких вещах. Об этом тоже по телевидению редко говорят. Но все-таки где-то и когда-то об этом нужно говорить. Если мы всерьез говорим о русской идее, если мы говорим о том, что народ русский все-таки имеет какое-то призвание свыше, и 20 век его разрушил неокончательно. Тогда мы должны об этих вещах говорить. Ну, в общем, у меня не в связи только с сегодняшним разговором, а вообще не дозадумываюсь о все-таки что такое общинная жизнь в современном обществе, в современном общественном пространстве. Понятно, что есть разного рода корпоративы. Нет, нет, ну, как бы, да, есть, вот, как вы говорите, дух общения. Вот, но как он себя может выражать? конечно, каждая община, если это настоящая община, это, в общем, своего рода уникальное явление. По крайней мере, как мы их вот видим в истории. Харизматическое, на самом деле. Харизматическое, да, ну, харизматическое, тем самым, как бы, уникальное. Но, с другой стороны, если все-таки мы стараемся как-то определить какие-то общие черты такого явления, как общинность, тем более, если мы говорим об этом как об особенностях национального характера, то, наверное, имеет смысл поговорить и о формах, тем более, что людей, я думаю, в немалой степени заботят и о том, а что это такое за форма. В то время, как, ну, как бы, та система устройства современных городов, которую мы наблюдаем и которая развивается вот в последние, там, десятилетия, ну, она общинности, мне кажется, никак не способна. Да, маркетингово задаются другие тренды, то есть, больше однокомнатных квартир, больше домов, в которых так много жителей, что невозможно ни о чем договориться. Именно. И это ведь можно ведь рассматривать не только вот эти вот многоквартирные дома, не только как ну, как бы возможность выжать максимальную прибыль, но еще и как некоторый способ управления, потому что, естественно, людям объединиться в таком пространстве очень трудно. Он мне служить, что невозможно. Да, интересно, что вот есть урбанистические проекты, например, Свято Мурунова, где он размышляет о том, что должно быть в центре города. Вот когда его проектируют люди, да, так, чтобы все выстроить для полноценной жизни города. Что раньше в центре города было русского, это понятно. Храм. Храм. Храм, рынок. Да, храм и рынок. Но это и для европейского города. Княжеский дворец. Ну, Княжеский дворец. Но сейчас вот в таком совместном поиске с современными горожанами они пришли к идее, что должен быть в центре города лес. Что? Лес? Да, лес. Ну, лес, парк, ну, какая-то вот, да, вот, какая-то пространство. Ну, он даже называет это лесом. Ну, в общем, какой-то, ну, да, вообще лес это ведь древний образ храма. Он же, как бы, лес это не просто много деревьев, он же как бы религий. Он часто языческого храма. Ну, конечно, но, как бы то ни было, он имеет некоторое религиозное значение. Может быть, как раз в духовном пространстве в центре должно быть вот эта общая жизнь на христианских началах. Именно общение и общинность, да? Как она будет выражаться внешне, это вопрос. Между прочим, с Хомяковым связана одна история московская. По-моему, на Кузнецком мосту то ли он не продавал, то ли хотел приобрести участок земли с лесом, сопротивляясь его застройке. А вчера, кстати, был день рождения, Алексей Степанович, 220 лет ему вчера исполнилось. Здрасте. И ты молчал, но это как? Так как? Вот я приехал тут же и говорил. И вот, и он как раз считал, что для Москвы это принципиально важно сохранить вот этот вот природный ландшафт, природный ландшафт, этот лес, чтобы люди там как-то гуляли. Так что, это вот идея старая. Нет, но она уже теперь нереальна. Ну, в Москве-то да, но в Лондоне, между прочим. О, в Лондоне мы помним. Приказы. Это самый парк в центре города. Ни один. И даже в Нью-Йорке, между прочим. И в Нью-Йорке тоже. Так вот, относительно, что бы вы, Отец Георгий, могли бы сказать относительно форм общинности современных, современных городов? Это же движение как бы разной стороны. Я думаю, что первое, если город большой, в маленьких городах по-другому, по-разному надо организовать в больших городах. Допустим, одно дело в Рыбинске, другое дело в областном городе и тем более в крупном. В крупных городах это всегда большая проблема. И надо понимать, что люди будут объединяться не по месту жительства крупного города. По месту жительства так, по мелочам. Типа, вот ты сегодня рассказывал о товариществах собственников жилья. Да. Вот на таком уровне такой простой кооперации что-то возможно и было бы очень даже желательно. Хорошо, чтобы были бы клубы какие-то. Но, к сожалению, эти клубы тут же опошляются ну и работают только на прибыль. Или исполняют идеологические задания. Поэтому много ожидать от клубов нельзя. Мне кажется, нужно, чтобы были возможности у людей собираться там, где им хочется. Хорошо, если это будет где-то ближе к каким-то памятным местам и святым местам. Но святых мест нам 20-й век практически не оставил. все было порушено. Но это специфика только нашей страны, конечно. Может быть, еще Албания и Китая. Потому что в той же Румынии, несмотря ни на каких челушесок, там все осталось на месте. Ну, Германия отчасти. Ну, только отчасти. Вот. Поэтому святых мест найти трудно, их почти нет. Поэтому скорее будем считать исключением. Ну, что-то и дело. А вот культурно-исторически знаковые места как раз очень могут работать. как сейчас называются такие кафе, где просто приходят и общаются сколько угодно. Называются анти-кафе. Анти-кафе, например. Вот что-то типа такого. Страшно тебе, Георгий, что вы не называете обычные наши дома. Вот я говорю, дома нет, не пойдет. если только они не многоэтажки. Если не многоэтажки, один-два этажа, максимум три. Там да, можно. И то трудно. Вот если там будут заселяться люди по каким-то своим общим принципам жизни, ну, допустим, верующие одно веры, люди одного какого-то взгляда на жизнь или одной общины, одного братства. Вот это да. Но таких много не будет никогда. Хотя поддерживать это надо было бы всячески. Хорошо бы, чтобы в загородной зоне люди могли выехать, чтобы были такие типы братских домов. Ну, это все равно частичное. Ну, да. Это какая-то частичность жизни и перспектив обрести какую-то жизненную полноту современный город не предоставляет. Не предоставляет, надо ехать загородок. То есть нужно здесь специально что-то такое здесь создавать. Я вообще думаю, что для больших городов это всегда должно быть отдельным усилием и отдельным решением вопросов. Потому что, смотря, какая общность существует, насколько она многочисльна, она глубока, серьезна, влиятельна и так далее. Но видите, мы же с вами говорим о национальном характере, о том, что присуще национальному характеру. Получается по нашему с вами разговору, что современная застройка городов противоречит национальному характеру. Их надо сносить, все эти человеки. Это важно. Какая концепция закладывается в город. А строительство просто идет колоссальное. И это, как говорится, год не на два. В том-то и здесь закладывается огромная проблема на будущее. Вот Дмитрий Сергеевич прям настойчиво акцентирует этот момент, за что я вам благодарен, что вопрос об общении это вопрос о ближнем. О том, чтобы поставить этот вопрос и ответить на этот вопрос. Кто есть твой ближний? Но Христос, когда об этом говорит в Евангелии, Он вводит человека в пространство риска. Что значит ответить на этот вопрос? Довериться тому, кого ты, может быть, впервые в жизни видишь. Сделать его ближним это сделать первый шаг доверия. И, наверное, такой шаг можно сделать только по любви, который исходит изнутри тебя. И это есть некоторый такой базовый, не знаю, не хочется говорить инструмент, но какой-то базовый шаг, что ли, в том процессе, в котором созидается общинная жизнь. Но здесь есть и риски. Вот я бы еще хотел все-таки поговорить о рисках, когда рождается община, созидается община, некоторые говорят, строится община. вот чтобы не улететь как бы не туда. Что, на ваш взгляд, важно иметь в виду? Какие качественные, может быть, характеристики или границы общинной жизни? Кто? Отец Георгий, Александр Ильич? Ну, я могу начать. В храме Спаса на Крови там большая площадь мозаик, как известно. И одна из мозаик, самая большая площадь в здании в Европе мозаик, интересно. И одна из мозаик как раз посвящена вот иллюстрации притча о милосердном саморедине. И есть одна деталь в этой как бы трактовке этой притчи, что оказывает милосердие там Христос. Изображен тот, кто оказывает милосердие, сам Христос. Вот это вот я недавно там был, и мы так порадовались такой трактовки и с одной стороны. С другой стороны действительно заставляет задуматься о том, что действительно такие отношения они могут создаваться только верой. Только верой. И только со Христом, во Христе единством таким. И в этом сложность, в этом сложность, конечно. И вот Дмитрий Сергеевич сейчас сказал о том, что действительно таких примеров немного, но они есть. и это то, что исторически, экономически, культурно, как социально выглядит абсолютно непрочным и легковесным, и легко разрушающимся. Вот что удивительно. Вот все вот эти подлинные объединения, которых действительно немного общины, но они, опыт показывает, что они как бы переживают другие вот эти вот все тяжеловесные структуры, системы, объединения, которые кажутся незыблемыми. Вот в этом есть какой-то парадокс. Прочнее чугунных государственных машин. Да, но даже тоненькую нить не может... Даже прочнее семейных ус. Да, и всех ус прочнее, при том, что многие называют это утопией, называют утопией Евангелия. Ну как действительно? Ну как это можно? И это действительно вопрос веры. Верой создаётся это пространство человеком. Ну и верой, и сердцем, и действием его, и жизнью, и разумом. Но это действительно какое-то хождение по водам. Но вот проблема в том, что в нашем народе действительно есть такое как Лев Толстой называл его «раевым началом». Раевым началом. Такое стремление к общему. Много этому примеров и в пословицах, поговорках, в духовных песнях. Там одна из поговорок «Собором и черта поборем». Там очень много таких замечательных вещей. но чего радикально не хватило. Радикально как раз не хватило вот этой живой веры и личностного измерения. Вот это ответственность. Кому не хватило? Не хватило нам, русскому народу, церкви, для того, чтобы воплотить вот такие живые клетки. Чтобы их было больше. Чтобы вот эта закваска была определяющей. Раевое начало оно стало через различные соблазны большевистские, оно превратилось во что? В коллективизм такой мертвый, идеологический. Да, это же тоже какой-то модус раевого начала. Вот. И как раз мне кажется... Это подмена в чистом виде. Это именно подмена, которая базируется на некоторых особенностях русского характера и русского народа. И все дело в том, чтобы эти подмены выявить и потрудиться над тем, чтобы подлинное основание общинной жизни, одним из них является таким кругольным камнем личностное измерение, вот это вот личная личностная ответственность, вот это нужно возродить, над этим нужно поработать, не только потому, что и в советское время все было сметено в плане живой общей жизни, кроме того, что нельзя было, кроме того, что со Христом было создано, это невозможно было уничтожить, но и до революции 17-го года, в 1910-м году Николай Бердяев писал о том, что нам не хватает, кардинально не хватает, радикально не хватает вот этого личностного начала в русском народе. Есть народная стихия, она сильная народная стихия, вот эта вот раица, но она не оформлена никак, и народники пытались на нее воздействовать, но народники безрелигиозные, интеллигенция пыталась воздействовать, она не церковна была во многом, и начало Логоса, как он говорит, не было привнесено, мужественное начало, такое мужественное в смысле оформляющее, активное, и вот он видел главную задачу в 1910 году возрождение самосознания и национального в том числе на вот этом с принесением вот этого мужественного оформительского начала, которое потом он говорит о том, что это фактически большевиками, большевики оформили, но оформили на свой кровавый манер мертвящий, они несли вот это начало, но это уже было не то, что могло оплодотворить и заквасить, да, и сделать, открыть подлинные живые отношения. Ну и терминологически, слава богу, есть разница, что не артель, а колхоз, не община, а коммуна, и так далее, и так далее, что тут, хоть здесь, есть пространство развлечения. Знаете, еще недавно совсем гремели громкие процессы, вот, сейчас два, их на самом деле гораздо больше, но два можно вспомнить без труда, когда в тюрьму загремел отец Сергий Романов, сейчас он лишен священного сана, и там, естественно, следственный комитет обнаруживает, собственно говоря, предмет его преследования, доказывает его виновность, и вот он садится в тюрьму. Похожий процесс был с так называемой церковью Виссариона в сибирских лицах, у них так называют город солнце, где они там живут, тоже обнаруживают состав преступления, отправляют в тюрьму его, там, еще членов руководства этой общины, люди остаются везде, во всех этих громких процессах, когда они там с разных сторон, разными журналистами рассматривались, совершенно не затрагивался вопрос, а люди, которые туда приехали, их там много людей, что к отцу Сергию в этот монастырь, что к Виссариону, они же искали какой-то общей жизни и в таком виде ее там для себя нашли. Их судьба вообще никому не интересна, потому что, ну, понятно, это будет разрушено, ну, это будет разогнанно и так далее, а ведь это интересно, что они хотели жить вместе и они искали для этого духовного начала, не профессионального, да, там, ни какого-то, ни хобби, ни досуга, а именно духовная основа должна была быть. Вот в таком виде они ее для себя обнаружили. С другой стороны, это же говорит о недостатке такого духовного начала в естественной православной среде, где и должно было бы им найти свою общину. Ведь верно? Какие здесь еще вот, ну, эти риски, подлоги, обманки? Вот вопрос, что вы подразумеваете под естественной православной средой. Это не случайная оговорка, потому что существует вот такое, как бы, непроговоренное представление о норме. вот исключений, об исключениях можно говорить сколько угодно, от всякого рода таких вот вывихах духовной жизни, будь то круг Романова или круг Виссариона, можно и другие вспомнить, иногда про Ацгерогия то же самое говорят, вот, это все некоторые вот такие вот как бы исключения. А норма-то где? я слышал вот одну норму, молиться, поститься и слушать радио Радниш. Вот отец Амбросии помнится, Юрасов в 90-е годы вещал на радио Радниш. Молиться, поститься и слушать радио Радниш. Вот она норма. Ну, это же как бы абсурд. И в том-то и дело, что норма, она ведь не проговорена. И была даже попытка в рамках межсоборного присутствия Русской Православной Церкви выработать документ об общине. Была такая попытка, помните, отец Георгий? И собирался даже в Петербурге, собирался круг священнослужителей, богословов. И была такая дерзновенная попытка. Но она закрылась. Почему? Потому что в нынешней, конечно, в нынешней ситуации выработать какой-то единый, более или менее единый взгляд Русской Православной Церкви на общинную жизнь, как бы на суть церковной жизни, каким-то образом охарактеризовать вот то единство, которое представляет собой Русская Православная Церковь, там, на уровне приходов или монастырей, понятно, что есть определенное разнообразие таких объединений, этого сделать не удалось. Вот. И это симптоматично, это не случайная вещь. И, собственно, почему нужно трудиться, прикладывать усилия к тому, чтобы все-таки эту норму как-то выразить более достойно, чем в двух-трех словах таких вот, так сказать, простых для отмазки. Вот. Все-таки мы говорим о жизни христианской, о жизни православной, о жизни церковной, и сознание этой, как бы, жизни нужно, ну, соответствующим образом, какой-то, дабы, придавать какое-то достоинство. Это мы, так сказать, не об элементарных, как говорится, человеческих потребностях говорим. Вот это важно. Очень большое спасибо, потому что давайте как раз попробуем сейчас это сделать. Насколько у нас это получится? Прошу прощения, мне кажется, я перебил отца Георгия. Ну, тут много можно говорить, я уж теперь даже не знаю, о чем, потому что мне хотелось одно, другом, третьем, четвертом, и уже я, так сказать, не знаю, я думаю, что очень важно бороться с этими симуляторами, с этими обманками как раз. Можно считать общину или братство утопии, но можно считать идеалом, можно считать призванием, а можно считать, так сказать, просто частным случаем. Это очень важно, как мы будем относиться к этому опыту. А это значит, как мы понимаем церковную соборность, социальную коммунатарность, как мы вообще понимаем то качество жизни, которое мы должны представлять в обществе, ради чего живет в этом мире церковь. Что мы хотим показать этому миру? Действительно, только молиться, поститься и слушать радио Радонеж? Или мы все-таки хотим чего-то другого? Вот, к сожалению, действительно, в церкви ответов на эти вопросы нет. Поэтому все общины забыты или отрицаются, ставятся под подозрение, или просто забываются. 20 век этому очень способствовал забвению именно таких вещей, таких связей. То же самое с братствами. Тоже или они забыты, или они ставятся под какой-то такой легкий или не очень легкий вопрос. Это интереснейшая вещь, что забываются эти вещи, которые являются как раз высшими достижениями русского духа. Ну, если брать предреволюционное время, а потом революционное и постреволюционное советское, была забыта совершенно история, скажем, богослужения на русском языке, которая началась не после революции, а до революции. До революции служили на русском языке? Служили. А кто об этом знает? А никто толком не знает. До революции были братства и общины? Да, оказывается, братств было 700 в России перед революцией. Кто об этом знает? Никто ничего не знает. А уж тем более о внутренней жизни, о внутренних порядках, а значит и об опыте, об ошибках и о том, как их избегать, как их исправлять. Кто об этом знает? Никто не знает. Даже самые хорошие люди, самые доброжелательные, просвещенные, разумные, в конце концов, и духовные. И вот это забвение центральных вещей в нашей жизни, как церковной, так и общенародной, я специально не говорю светской или мирской, а говорю народной, потому что все-таки мы не можем оторвать русский народ от церкви и христианской истории. Иначе это не русский народ. Это может быть какой-то другой народ, но не русский. Хотим мы того или не хотим, мы должны сохранять свободу, мы не можем никого никуда тянуть, ни в общину, ни в братство, ни в церковь, но мы должны тем не менее норму жизни четко представлять себе и не стесняться об этом говорить другим, хотя другим иногда это трудно, трудно воспринять, трудно понять, потому что вот этих суеверий, вот этих обманок, которые мешают правильному восприятию этих вещей, их очень много, и они засели куда-то глубоко в сознание людей, поэтому мы часто видим перед собой под видом русского народа, не русский, а советский или постсоветский народ, и но люди этого не ощущают, все-таки русская идея это идея, которая устанавливает именно норму, вот уже мы сегодня касались этого, это именно наше призвание свыше, это не вообще призвание от обстоятельств или от высших кругов, от какой-то должностной элиты, нет, это или даже от интеллигенции, а вот оказывается, что наша советская интеллигенция, ну она была почти вся уничтожена, понятно, или подавлена, русская интеллигенция, русская интеллигенция была подавлена, или уничтожена, ну или изгнана из страны, вот и а то, что звучало, пусть иногда даже талантливо, как бы, это было совсем не то, это было далеко от той нормы жизни, которая должна была бы раскрываться и через культуру, искусство, идейный какой-то дискурс, и даже идеологический, говорить об общине оказывается можно не сразу и не всем, потому что именно имея в виду вот эти искажения, сначала надо найти общий язык, добиться взаимного доверия, то есть понимания, и взаимопонимания, это именно то, чего мы можем не встретить, говоря, с каким-то даже вполне доброжелательным собеседником, или, простите, опять же, родственником и так далее, и так далее, или сослуживцем. И вот надо убедиться в том, что есть достигнута какая-то глубина отношений, она иногда устанавливается очень быстро, иногда очень небыстро, и это затрудняет, конечно, разговор, не только об общине и о братстве или о церкви, но и вообще о русском народе, о руссконациональной идее, потому что, конечно, мы понимаем, что это понятие было введено в определенное время, могло не быть, но суть дела всегда была, пусть даже слова были другими. Мы сейчас нам удобно, значит, удобно как-то говорить о русской идее. Удобно, да, потому что люди как-то были заинтересованы, даже стимулированы на это свыше, в смысле, не совсем не свыше, а сверху. Вот, когда стали вдруг искать русскую национальную идею, конечно, ничего не нашли, предложений было множество и ничего не получилось. А почему? А как раз потому, что корней здесь не было. Ну и потом русская идея это не утилитарная вещь. Вот. Иногда ведь ищут идею, чтобы решить те или иные исторические политические проблемы, а это другая вещь, другая материя. Это вопрос качества жизни, прежде всего, и воздействия на эту жизнь ради более лучшего будущего. То есть здесь задействовано и прошлое, и настоящее, и будущее. Русская идея всегда в чем-то обращена назад, она в то же время всегда говорит о самых актуальных вопросах современности, и она же предполагает некое представление достойным будущим, которого мы бы хотели, а не того, который на нас просто надвигается, наступает на нас это будущее. Вот будущее не должно на нас наступать, оно должно открываться как благодать, открываться как вот это благо, как нечто лучшее, что может дать нам Господь Бог, если мы будем с Ним. Поэтому опасностей очень много. Когда мы говорим об общине, некоторые даже считают, что вообще не надо об этом говорить, это слово произносить, так же, как нельзя произносить слово покаяния, и так далее. И слово братство. А в каком-то смысле и слово братство, да, можно добавить это. Хотя, может быть, это реже чуть-чуть встречается, здесь меньше предубеждений, но, к сожалению, 20 век со словом братство связал иногда далеко не лучшие вещи, иногда просто преступные. и люди очень разные, которые пытаются оперировать этими понятиями. Но вот это не случайно, как бы люди боятся настолько слово община и слово братство, что они готовы на эти темы говорить, но лучше не употребляя этих слов. А это очень плохо, почему? Потому что когда мы употребляем эти слова, там очень есть что вспомнить, но это для тех, кто знает. А многие не знают, я вот только что говорил, что почти всё забыто. И забыто крепко, и в церкви, и сверху, и снизу, во всех, на всех уровнях, не только низшем, где люди мало образованы, но и на высшем уровне, где люди ответственные, допустим, представители церковной иерархии, но они не знают этого, у них есть интуиция, у них есть желание, как ни странно, последние годы появилось это желание братской жизни, и у самых разных людей, кажется иногда, что вот ты совсем не ожидаешь, что человек откликнется на такие темы, на такие разговоры, а вот люди откликаются, и епископы некоторые откликаются, уже, это очень серьезно, еще не так давно этого совсем не было, но пока были епископы еще старинного поставления дореволюционного или сразу послереволюционного, это одно, но они, когда все уже ушли, то было время очень-очень трудное, очень тяжелое, преемственности не было, а нам нужна эта преемственность, мы должны вспоминать лучшее, чтобы оно было, и община, и братство, это целая история, большая история, но у нас, конечно, с историей плохо, всерьез историю пока до сих пор в школах не преподают, но вот сейчас пытаются что-то здесь поменять, посмотрим, что получится, вот, но мы должны вспоминать и современность, потому что 20 век, допустим, был в этом отношении богатым, не только в Советском Союзе, где представители общин и братств, они были, они были, никогда не было времени, чтобы не было в России общин и братств, во всяком случае, до окончания Второй мировой войны, Отечественной войны, потом, может быть, и были какие-то периоды, когда еще братчики старые были, я еще некоторых из них застал на своем веку, с ними общался, епископы, митрополиты, такие, как митрополит Иоанн Венгланд, митрополит Леонид Поляков, они были, архиепископ Михаил Мутюгин, архиепископ Никон, Воробьев, что ли, его фамилию, не помню. Некоторые имеют прямое отношение к Александру Невскому братству. именно как братству. Неформально. А такие же были священники замечательные. И когда где-то вот был вот который умер в тюрьме в 60 где-то Борис Талантов. Вот Борис Талантов, когда он сын священника был, когда он хотел возродить церковь, что он сделал? Первое, что он сделал, он образовал братство. Его посадили, он умер в тюрьме, он тоже святой мученик, понятно. И мы не удивляемся, когда другой, такой же преемник этого старинного опыта, отец Павел Дельгейм тоже, всю жизнь искал, всю жизнь вот он не просто что-то делал, у него была вот эта внутренняя интуиция, как у самого, что ни на есть, настоящего русского человека, что тоже для нас интересно, потому что по крови он больше немец, русский. вот, кажется, наполовину. И а что он сделал? Он в конце жизни, за полгода, вошел в преображенское братство, и именно в братство, это финал был для него, его жизни самый достойный. Ну, корни-то в ташкетском круге. А в том-то и дело, что он в молодости, в юности, в детстве соприкасался с наследником Александра Невского братства. И он этот дух на нюх, как говорится, чувствовал. Но он сделал такой шаг, это было очень непросто, потому что пытались тогда опорочить преображенское братство, всячески выдумывая не весь чего, и то какие-то богословские отклонения, то какие-то литургические отклонения, просто не знаю, о чём люди говорят, но многие, к сожалению, верили этому, а некоторые верят до сих пор вот этим фантазиям и этой лжи. Но вот это интересные примеры, и мы, конечно, не можем не связывать наше будущее с тем же самым братством и с той же самой общиной. сейчас после трудов отца Николая Афанасьева многие загорелись, загорелись идеей создания литургической евхаристической общины, а другой они не могли думать какого-то другого типа общения. Но идея евхаристической общины многих зацепила в церкви, во многих семинарий, я знаю, что такие люди есть, и среди молодежи, и среди людей уже вполне зрелых. Это интересно, да, в ту евхаристическую общину, о которой писал отец Николай Афанасьев, может быть, воссоздать не удастся, это немножко такая гипотеза, историческая реконструкция. Да, историческая реконструкция, достойная вполне, вполне, нельзя сказать, что она совсем на пустом месте родилась, но, может быть, до конца она еще не исследована, мы еще плохо даже понимаем, что отец Николай Афанасьев имел ввиду под евхаристической общиной, вот, а уж как ее создать, это не знает никто совсем, и оказалось, что под этим понятием лежит еще более глубокое понятие апостольской, христианской общины, которая древнейшая церковь, апостольская церковь, ведь она ничего другого не знала, не было ни приходов, ни монастырей, ни семинарий, ни епархий, ничего, что было? Были братства и общины, которые могли вообще быть тождественны, сразу братства и сразу община, но связи христианские развивались, и поэтому иногда эти вещи различались, но друг другу не противорители, друг друга не вытесняли, это очень важно, и вот тогда рождалась и евхаристическая община, т.е. она приходила, рождаясь изнутри церковной кафоличности, изнутри церковной соборности, изнутри апостольского наследия, и не случайно, сейчас для нас это сложный вопрос, древнейшая церковь, не сомневаясь, мгновенно, почти сразу после Пятидесятницы поддерживает общение имуществ, что свойственно некоторым общинам в истории. Община или братство могут даже доходить до общения имуществ, т.е. когда никто ничего не называет своим собственным, но все живут как одна семья, это не значит, что нет ничего у них, нет, у них много чего есть, но живут как в одной семье, в семье живут люди, они кроме какого-то мизерного количества вещей своими собственными ничего не называют, это общее в семье хозяйство, это нормально, общая кухня, общий, так сказать, вот сервиз, вот то-то, вот то-то, вот то-то, это важно, это очень важно, нам надо, конечно, не просто механически чего-то возрождать, это невозможно, история назад не ходит, это понятно, надо, чтобы родили, общины и братства рождались в народе и в обществе и в церкви совершенно естественно изнутри внутренней духовной потребности в любви и в общении и в служении и вот, ну, так как родилось, допустим, наше преображенское братство, во всяком случае, мы так видим свою историю и мы ощущаем так свою жизнь до сих пор, хотя прошло уже фух, сколько? Почти 35 лет. Да? Да, да, да. Община родилась более 35 лет назад, первая община, а братство, ну, 33 года назад. Вот это, мне кажется, очень важно, чтобы никто не боялся, не считал каким-то идеализмом общинную жизнь и братскую жизнь в церкви и не только в церкви. Конечно, эти вещи нельзя путать, это немножко разный разговор, разные аспекты, что мы можем ожидать в народе и обществе, собственно, как в социуме, а что в общинах и братствах в церковном плане. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...